От восприятия времени и тонкостей капчи до нюансов сдачи крови на анализ. В интернете полным-полно информации, которую вы, возможно, никогда не искали и о которой никогда не задумывались. Под этой информацией подразумеваются и разные интересные факты, которые вы, вероятно, никогда не гуглили. Однако некоторые из этих фактов настолько любопытны и необычны, что достойны того, чтобы о них узнать. С вами СмартПицца, и в этом выпуске мы расскажем вам об интересных фактах, которые вам было лень гуглить. Погнали! Почему роботы не могут ввести капчу? На многих сайтах пользователям предлагается ввести капчу для того, чтобы доказать, что они не являются роботами. Человеку выдается ряд изображений, из которых он должен выбрать несколько верных. Предоставляется заковыристый текст, который надо разобрать и ввести в поле, или же просто открывается окошко, где надо поставить галочку. В первых случаях все и так понятно. Робот, а точнее бот, действительно не сможет отсеять неверные изображения или разобрать надпись. Но что мешает ему просто поставить галочку? Это ведь легко, не так ли? На самом деле капча устроена немного сложнее, чем вы могли думать. Сервер не просто принимает сигнал, но и учитывает целый ряд других факторов, которые позволяют ему понять, пользуется ли компьютером человек или робот. В частности, после того, как вы ставите галочку, на сервер уходит такой набор данных, как траектория мышки, временные промежутки между появлением капчи и реакцией на капчу, наведением курсора на галочку и непосредственно нажатием, и многое другое. Если человеку нужно определенное время для ввода капчи, то робот зачастую проходит эту процедуру слишком быстро. Поняв, что что-то не так, алгоритмы сервера блокируют вход, что не произошло бы с человеком. На самом деле, такая простейшая капча с галочкой считается одной из самых лучших. Она отсеивает роботов практически так же эффективно, как другие аналоги, зато экономит кучу времени пользователя, а также вычислительные мощности серверов. Почему кровь на анализы берут из безымянного пальца? Думаю, я не ошибусь, если скажу, что у каждого из вас хотя бы раз в жизни брали кровь на анализ из пальца. Обычно такая процедура проводится в местной поликлинике. Да, конечно, в частных клиниках и респектабельных поликлиниках кровь в основном берут из вены, однако врачи во многих обычных поликлиниках до сих пор предпочитают старый метод и берут кровь у пациентов из пальца. Обращали ли вы внимание на то, из какого именно пальца берут кровь? Практически в 100% случаев в ход идет безымянный палец. Чем обусловлен такой выбор? Ответ прост – выбор обусловлен анатомией. В первую очередь стоит помнить о том, что любой прокол кожи, даже если он был сделан стерильно, может привести к заражению. Внутренние оболочки большого пальца и мизинца напрямую соединены с оболочками кисти, а значит, если инфекция попадет в один из таких пальцев, то быстро распространится на всю руку. Оболочки остальных пальцев изолированы, и даже если в момент прокола в них попадет инфекция, она какое-то время будет локализована, что даст возможность ее быстро подавить. Но почему в таком случае врачи выбирают не указательный или средний, а безымянный палец? Ответ очень прост – этот палец является самым нерабочим, кожа на нем тоньше, благодаря чему врач может сделать прокол легче и менее болезненно. Наконец, последняя причина вытекает из предыдущей. Поскольку безымянный палец самый нерабочий и двигается меньше остальных, то ранка на нем заживает быстрее. В свою очередь это опять же снимает риск инфицирования. Почему с возрастом время идет быстрее? Думаю, все понимают, о чем идет речь. В детстве время шло так медленно и так плавно, а сейчас, когда мы выросли, оно буквально несется, и мы едва замечаем успевать, как прошла очередная неделя, месяц и даже год. Причем, чем старше мы становимся, тем быстрее время начинает идти. Но ведь время для всех одинаковое, почему тогда для детей оно идет медленно, а для взрослых – быстро? На этот вопрос пытались ответить многие ученые, в том числе и Адриан Бижан, профессор машиностроения в университете Дьюка, чья версия кажется весьма интересной. Он полагает, что быстротечность времени в зрелые годы – это лишь иллюзия. Профессор считает, что все дело в снижении скорости восприятия и обработке образов в процессе старения. По словам Бижана, по мере развития организма нейронные сети удлиняются и усложняются. Когда тело стареет, сети также деградируют, и в результате поток проходящих по ним сигналов встречает большее сопротивление, отчего скорость восприятия и обработки умственных образов снижается. Профессор подтверждает это разницы в частоте движения глаз у детей и у взрослых. У малышей глаза двигаются чаще, значит процесс получения и обработки информации идет быстрее. В старости же люди получают все меньше и меньше новых образов за то же количество времени, из-за чего у них возникает иллюзия, что время идет быстрее, хотя фактически это не так. Иными словами, людям кажется, что изменился ход времени, хотя меняются лишь восприятия. В молодые годы мы за день воспринимали гораздо больше образов, чем сейчас, поэтому день казался нам длиннее. Почему от мороженого мерзнет мозг? Вы открываете только что купленное мороженое или фруктовый лед, накидываетесь на него, съедаете за считанные секунды и спустя какое-то время понимаете, что у вас будто замерз или онемел мозг. Неприятные ощущения, согласитесь. Наверняка многие из вас его испытывали и не понимали, в чем же тут дело. Ученые считают, что такой тип головной боли возникает в результате резкого воздействия низкой температуры. Это может произойти как при поедании мороженого, так и при питье холодных напитков или даже выходе на мороз без головного убора. Исследователи полагают, что головная боль может начаться при попадании холодного вещества на небо или горло. Вещество воздействует на кровеносные сосуды и нервы в этих чувствительных к температуре областях. Следствием этого является внезапное увеличение кровотока в мозг, что влечет за собой увеличение размера передней мозговой артерии – кровеносного сосуда, расположенного посреди головного мозга за глазами. Именно поэтому возникает головная боль, которая, кстати, в основном проявляется именно в лобовой части. Такое явление может проявиться у абсолютно любого человека, но чаще всего от онемения мозга страдают люди, склонные к мигреням. Ученые считают, что заморозка мозга от воздействия холодных веществ не является опасной, однако приятного в ней мало. Если вы в будущем столкнетесь с такой проблемой, попробуйте растереть или размять лоб – боль уйдет быстрее. А что касается мороженого, то не уплетайте его слишком быстро, а лучше растяните лакомство, чтобы доставить себе удовольствие и уберечь себя от ненужных болей. Почему у нас появляются мурашки? Когда мы пребываем в сильном эмоциональном состоянии, испытывая эйфорию, мощнейшее удивление или потрясение, или слушаем хорошую музыку, то у нас непроизвольно появляются мурашки. Весьма приятное чувство, не так ли? Но почему именно они появляются и нужны ли они в принципе? Ученые говорят, что мурашки на поверхности тела человека, а также других млекопитающих и птиц, вызываются сокращением крохотных мышц в коже. Такой механизм срабатывает как при восторге и экстазе, так и при ярости и страхе. У человека это происходит в основном в положительные моменты, а у животных в отрицательные. Например, у котов своеобразные мурашки появляются при встрече со злой собакой. Кот шипит, а шерсть у него встает дыбом, увеличивая животное в размерах и придавая ему устрашающий вид. Если бы у человека тоже была шерсть, то она бы тоже вставала дыбом, когда у нас появлялись бы мурашки. Таковой была бы наша реакция на восторг или другие эмоциональные потрясения. Также ученые полагают, что мурашки – это древний защитный механизм, который уже давно потерял для нас практический смысл, как, например, некоторые рудименты. Почему же нам так нравится запах свежескошенной травы? Думаю, многие из вас просто обожают запах свежескошенной травы, по которой только что проехалась газонокосилка. Этот запах у многих ассоциируется с чистым воздухом, природой или деревней, и поэтому вызывает положительные ассоциации. В чем же секрет такого уникального запаха, который нравится многим людям по всему миру? Ученые заявляют, что свежескошенная трава пахнет как зеленый цвет. С точки зрения химии, этот запах газона представляет собой переносимую по воздуху смесь соединений на основе углерода. Их называют летучими зелеными веществами листьев или GLV. Именно запах GLV привлекает людей. Ученые считают, что эти вещества, выделяемые травой, ничем не отличаются от вкусных растений, которые мы употребляем в пищу, а значит люди заведомо чувствительны к таким веществам. Почти все свежие овощи и фрукты имеют свой букет GLV. Фрукты могут высвобождать молекулы по мере их размягчения и разрушения мембран внутри. На протяжении всей истории эволюции мы использовали эту информацию, чтобы знать, когда что-то созрело. В траве нет ничего особенного, что делало бы ее запах более приятным для нас, чем запах другого растения. Но именно концентрированное облако GLV, которое выпускается после того, как по траве пройдется газонокосилка, заставляет нас впитывать этот запах с особой любовью. Почему нам не нравится наш голос в записи? Если вы хотя бы раз записывали себя на какое-то устройство, будь то диктофон, микрофон или даже обычная камера, то вы точно знаете, что ваш голос в записи отличается от того, что вы слышите у себя в голове, когда говорите. Зачастую людям не нравится их голос в записи, поскольку они не понимают, почему они звучат не так, как они думали. А кому-то их голос в записи и вовсе кажется мерзким. Почему же так происходит? Почему нам не нравится наш голос в записи? Все дело в том, что в ушную улитку, часть внутреннего уха, ответственного за звуковое восприятие, звук может попадать двумя путями. Через внешний путь, то есть через слуховой канал, барабанную перепонку и среднее ухо, а также через внутренний путь, то есть через ткани головы, которые усиливают низкие частоты голоса. Когда мы говорим, то слышим свой голос как комбинацию внешнего и внутреннего звука. Когда мы слышим себя в записи, то воспринимаем голос только через внешний канал. Частоты в этом канале иные, нежели во внутреннем, а точнее в смеси внутреннего и внешнего каналов. И из-за этого мы воспринимаем голос иначе. Именно поэтому и возникает такое различие, которое многим не нравится и даже пугает. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какие из этих фактов вы знали до этого выпуска. Спасибо вам большое за просмотр!